Сверхъестественное явление, связанное со смертоносными катастрофами. Посмотрим. Мы уже привыкли, что бедствия и трагедии часто связывают с привидениями и мистическими явлениями. То тут, то там появляются истории про призраков и привидений, не покинувших наш мир. Например, миф про невесту в красивом свадебном платье, которое вновь и вновь выбрасывается из окна, как когда-то сто лет тому назад. Мало кто не слышал про покойников, которые спустя несколько десятилетий или даже веков пытаются выйти на связь с живыми или ищут отмещение за свою гибель. Примеров много. А как насчет аварий и бедствий, в которых погибли сотни и даже тысячи людей? Иногда выжившие рассказывают об абсолютно жутких вещах и жалуются на то, что души умерших все еще не покидают наш мир. Сейчас я расскажу вам об одной истории про паранормальные явления. Живые мертвецы. Когда Сарпангу Пео было 17 лет, он увидел, как его отца Нама, государственного служащего, силком затащили в грузовик и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в темный период истории Камбоджи, когда в конце 1970-х годов красными кхмерами коммунистическое течение было убито около 1,7 миллиона человек. После падения режима в стране было обнаружено 309 массовых захоронений, в которых покоились тела примерно 19 тысяч человек. Не удивительно, что Нам никогда не вернулся к сыну, и Сарпанг мог только догадываться, что стало с его отцом или где он похоронен. Семье Сарпанга Пео очень повезло, ведь они добрались до Таиланда и попали в лагерь для беженцев. В 1982 году парень с матерью и шести другими братьями и сестрами переехали в Канаду, где Сарпанг поступил в университет и добился большого успеха на академическом поприще. Намного позже, в январе 2010 года, в Токио Сарпангу приснилось, как он гуляет и болтает с пропавшим отцом, словно тот еще живой. Мужчина решил, что такой яркий сон всего лишь напоминание о его тоске по главе семейства. Пео и не знал, что один из его братьев, оставшихся в Атаве, обратился к медиуму за советом по бизнесу. Во время сеанса провидица спросила, где отец семьи Пео. Брат рассказал женщине, что когда ему было всего 5 лет, красные кхмеры забрали его папу и наверняка убили его. Ясновидящая выслушала клиента и сообщила ему, что его отец на самом деле жив. Откровение медиума заинтриговало брата Сарпонга, и он рассказал о странном сеансе всей остальной семье. Сестра Сарпонга восприняла эту новость очень скептично и решила проверить женщину-экстрасенса самостоятельно. Она пришла к ней на прием, не сообщив истинной цели своего визита и не рассказав о своей связи с семьей Пео. Ясновидящая все равно заявила, что Нам жив. Тогда к провидице отправилась уже сама мать, жена похищенного, и ей тоже сообщили, что ее супруг на самом деле жив. Один из братьев Пео отправился в Камбоджу, чтобы попробовать выйти на след человека, которого считали убитым почти 30 лет тому назад. Он распространил сотни плакатов с фотографией Намо, каким он выглядел еще в далеком прошлом. Брат Сарпонга обыскал приграничные с Таиландом города и селения, а также места, где раньше располагались лагеря для беженцев. Его наконец-то направили к человеку, который по слухам был очень похож на мужчину с фотографией, напечатанный на листовках. При встрече старик отказался поверить, что прилетевший из Канады незнакомец один из его сыновей. Со стороны сына тоже были свои сомнения, но постепенно Нам Пео начал вспоминать и рассказывать семейные истории. И такие личные детали о своих жене и детях, которые мог знать только настоящий отец. Семья Пео вновь воссоединилась после стольких лет разлуки и неизвестности. Но как же Наму удалось сбежать из плена? Его ведь увезли красные кхмеры, а потом они даже скинули мужчину в канаву и засыпали мертвыми телами. Каким-то образом он выбрался, но был вновь пойман. Нама пытали, но он не сдался. Смог вновь сбежать, скрылся в джунглях, а потом добрался до границы Камбоджи с Таиландом. Мужчина решил, что его семье не повезло и что всех их убили. Нама снова женился и у него родилось еще шесть детей. Новая семья теперь уже 85-летнего Намы не помешала его бывшей жене. Матери Сарпонга переехать назад в Камбоджу, чтобы снова жить со своим возлюбленным и его второй женой. Также поступил еще один ее сын. На родине мужчина открыл ресторанчик, где подаются блюда из морепродуктов. И теперь он заботится о своих пожилых родителях. Однажды и сам Сарпонг вернулся в Камбоджу, чтобы встретиться с отцом, которого он потерял 36 лет тому назад. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и всем пока!